Златоустый, знаменитый и другие, и же с ним, то они говорили так, что знамением того, что Бог навсегда, вот теперь уже точно навсегда уже все, разлюбил свой еврейский народ, и он навсегда теперь уже все порвал с евреями, и навсегда теперь уже все Израиль твернут, знамением того будет то, что евреи никогда больше не соберутся в свою землю, и никогда больше не будет еврейского государства. А второе пророчество было, что никогда больше Иерусалим не станет еврейским городом и столицей. А в 67 году, 50 лет назад, 51 год назад, столица снова становится, Иерусалим снова в ходе войны становится снова еврейским городом и столицей. Хотя юридически никто до конца прошлого года не признавал из государств это, но сам Израиль всегда это говорил, все 50 лет подряд, что Иерусалим наша столица. Иерусалим это еврейский город. То есть весь мир был против, почему? Потому что вот эти вот духовные проблемы, антисемитизм, они очень сильны. Они очень сильны на самом деле. Это серьезное твердыня. И проблема в чем, что православная церковь, католическая, ну католическая идет путем обновления сейчас, покаяния в этом. Но все-таки традиционное христианство, оно и протестантское в том числе, большей частью антисемитское. Значит, ну чего грех отравить, это и теория замещения популярная, и многих других разных учений. Но, по сути, в само основание антисемитизма в 48 и в 67 году был нанесен поражающий удар. И сам факт возрождения Израиля и Иерусалима, как столицы Израиля, это чудеса Божьи, геополитические чудеса Божьи, которые показывают, во-первых, истинность Божьего Слова. Что Божье Слово, оно все равно, несмотря на веру, неверие человека, забвение человека, оно исполняется по-любому. Вот, и мне некоторые говорили там, братья, что вот, ну ведь Израиль был возрожден руками неверующих людей, чаще всего вообще нерелигиозных, никак. Я говорю, знаете, господа, от этого это чудо не становится не чудесным, наоборот, говорю, оно становится еще больше чудесным. Если бы это сделалось чудо руками религиозных, набожных людей, это было бы чудом, но меньшим в сравнении с тем, что произошло. Потому что Бог совершил чудо это, возрождение руками, по сути, людей неверующих. Хотя, как сказать неверующих? Неверующих в совсем другом смысле слова. Потому что Бен-Гурион тот же самый, помните, да, он говорил, что, чтобы быть неверующим и рационалистом в Израиле, надо верить в чудеса. И его высказывание такое. А еще он говорил, что в земле Израиля, говорит, всех наших, единственный ресурс земли Израиля, это наши еврейские мозги, говорит. Но это поистине безграничный ресурс. И даже потом кто-то сказал, что, значит, тоже Израиля. Да, довольно так. Скромно. И, значит, даже если, вот, арабы столкнут нас в море, да, мы станем великой морской державой. Да, да, да. Мне так вот она понравилась, так что бы здорово. Вот, а, значит, а когда, значит, один из генералов американской армии в разговоре с Голдой Мэйер, значит, говорил, Ну, госпожа, я, во-первых, я, вот, американский гражданин, во-вторых, я генерал Соединенных Штатов Америки, и, в-третьих, я, вот, лишь, в-третьих, я еврей. Она послушала и сказала, слушайте, но у нас принято читать заодно-наперед. За другой стороны. Поэтому, во-первых, ты еврей, во-вторых, ты генерал, а в-третьих, лишь только... Да, 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 и, ну, вообще, действительно, это божье чудо, вот, вот, необъяснимое до конца, рационально. Представьте, вот, грунтовые воды, да, значит, все годы, тысячелетия, почти два тысячелетия, они опускались лишь на этой территории, и вдруг, с момента возрождения Израиля, даже еще перед тем, когда первые посиденцы, да, стекались... Просто, конечно, попали. Начале 20 века еще, да, когда еще Марк Твен еще, кстати, посещал Израиль, но он говорил, что это невозможно возрождение Израиля, он считал, что это все бесперспективно, и даже когда в Нью-Йорк вернулся, там была пресс-конференция, он общался с еврейской общиной, и он говорил, оно вам надо, это пустыня, там ничего нету, живите себе на Манхэттене, значит, и все нормально. А там воды нету, в общем-то, ничего нету. Да, 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 ешет, да, все такое прочее. Но что интересно, вода поднималась. А, кстати, вот одно из знамений, вот в последнем времени, несколько лет назад, когда был кризис, и вот это генеосоветское море, да, в Гории, значит, оно опускалось ниже отметки уже критической, то есть само государство, существование еврейского государства было под угрозой, потому что... Израильского угроза? Да, 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 это страшные периоды, когда есть несколько лет в истории, в эти 70 лет, на самом деле, не все так было гладко, даже экологически. Дело в том, что, значит, вода порой, вообще даже по подсчетам ученых, объем воды, вот резервуар, основной это питьево воды, для такого количества населения нереально, то есть невозможно. Но это все происходит, хватает всем, придумали капельное орошение, и там душ в основном такой, что только туманом, как бы, помыть машину лишний раз, это уже шик, уже как бы, и прочее. Это мы здесь жируем, знаете ли, значит, вот, но, но интересно, когда вода падала ниже критической отметки, это был кризис, то по всем сионагогам, по всему миру, особенно в Израиле, молились о дожде, но в ближайшие месяцы не предполагалось дождя, по прогнозам, это был очень серьезный кризис. Там, израильские банки стали должникам списывать долги все, ну, чтобы Бог Всевышний услышал, как бы, да. Значит, то есть, короче, это было, ну, как бы, ну, действием таким поторе, как бы, да. Вот, и, значит, и обратились к христианам впервые в истории, несколько лет назад обратились к христианам за молитвой. Вот, понимаете, это очень серьезно, на уровне правительства. О дожде? О дожде, да. Молитва о дожде, за Израиля в целом и о дожде. Вот, это очень серьезный шаг был сделан, значит, огромнейший шаг. Значит, и пригласили корейцев на молитву. А почему корейцев? Потому что, вот, в конце 90-х, да, начало 2000-х, там уже было чудо вот это с водой знаменитое. Там тоже один из островов, который вот возле, ну, да, Кореи, значит, один из островов, там не было воды, значит, и они там, а течение было очень серьезное возле этого острова, что проблема была сделать водопровод туда, значит, были дорогостоящие проекты, а вот пастыри христианские предложили самый дешевый проект, молитва, значит, да, и самое интересное, правительство отреагировало положительно именно на этот христианский проект. Да, значит, молитесь, молитесь, да. Значит, и... Ну, интересно, нет, корейцы молодцы. Значит, и этот Ли Джерок, он молился с командой служителей, значит, там, значит, прямо с моря, с океана, как говорится, качали, сутками качали воду в центр этого острова, место, образовалось озеро соленой воды, вот, и за это озеро соленой воды молились, вот, Джерок Ли, значит, и вот эти пастыри, его команда целая молилась. Вот, и вода превратилась в пресную. Вот, вода превратилась в пресную. Кстати, единственное место на планете теперь, где рыба и пресноводная, и морская вместе живут вместе и не умирают. Вот, феноменально. На планете нет такого места больше нигде. Именно после этой молитвы, когда произошло массовое оплеснение этого огромного количества воды, водоема целого, вода стала сладковатой даже на вкус и целебной, потому что люди стали исцеляться от разных недугов заболеваний, значит, вот, именно вот там, на этом озере. Вот, и до сих пор, уже сколько лет, значит, вода также сладковатая на вкус, значит, вот. Вот, ну, что интересно, брали на пробу с разных академий наук, значит, да, значит, с разных стран эту воду, чтобы, ну, феномен разъяснить. Да, и брали израильтяне, значит, и вода, значит, вот, как говорится, имеет свою историю, память, как бы, определенную. Одним словом, вода, значит, им рассказала такую историю, значит, израильтянам, что она была морской, действительно, соленой, но вдруг в одночасье она стала пресной. Вот, и признали это, как бы, инопланетной технологией, что такого нет на земле технологии, вообще, массовое приснение такого огромного количества воды. А чего это? Вот, значит, и лишь одно объяснение, что вот молились, молились, и все превратилось в пресную воду. И вот, когда, значит, пригласили корейцев, именно вот эту команду пригласили, значит, большая команда, довольно сотня служителей во главе с Джеракомили, значит, молиться за Израиль, молиться о дожде. И, представляете, значит, именно, когда команда помолилась, был дождь, который спас озеро Генесарецкое, значит, выше критической отметки поднялась вода. Нашлись злые языки тут же, значит, из самих израильтян тоже много было, завистников. Стали говорить, что вот так и так, обвиняли его во всяких, там, грехах, там, что, мол, значит, корейцы нас, евреев, перехитрили, обдурили, значит, они, значит, там, просчитали, как бы, время дождя, значит. Значит, Джерак Ли принял вызов, значит, и он объявил тогда, значит, вот, высчитайте тогда тот день, когда точно не будет дождя, по-вашему, и Бог даст дождь. Они высчитали время, что точно не будет дождя, значит, опять, именно в тот день пошел дождь, значит, они молились командой, и пришел дождь. Потом его пытались обвинить, мол, он хочет с нас, евреев, деньги поиметь. Хорошо, Джерак Ли сделал и в этом плане жест. Все расходы, даже транспортные, это же сотни людей, там, гостиницы, все там за счет церкви. И плюс еще все христианские служители в Израиле, трудящихся евангельских церквей, взял на минимальный оклад от своей церкви. Это огромные суммы, то есть, там это сотни служителей, вот, за эти годы количество служителей в христианских таких евангельских церквей даже не удвоилось, а утроилось даже уже. И все получают минимальный израильский оклад из бюджета этой церкви. А когда спросили Джерак Ли, значит, на какое время будет выплачиваться эта зарплата? Он говорит, до пришествия Иисуса Христа, до возвращения Христа, наша церковь будет выплачивать всем, значит, трудящимся на территории Израиля, евангельским верующим, значит, служителям, пастырям, минимальную еврейскую зарплату, которая есть в Израиле. Вот, помимо того, что их община. Так что, you welcome. Вы можете поехать туда служить, и они тоже будут поддерживать, да, для израильской зарплаты. Там очень высокая зарплата. Достаточно, да. Ну, минималку, да. Но, знаете что, друзья, скажу, что это знамение, это одни из многих этих знамений последнего времени. И потрясающий знак, такой свыше вообще знак. Я думаю, что вот приходит время, когда и израильтяне, и евреи, и неевреи, и христиане, и евангельские мыслищие, и еврейские мыслищие придут к такому единству, опять-таки, в Мессии. Сегодня проповедники евангельские в Израиле активизировались, как никогда раньше вообще, в истории. За все 70 лет не было такой активизации. Вот как сейчас, вот в этом году, непосредственно. Об этом приходит информация. У нас один из наших служителей сейчас в Израиле, он с такими глазами говорит, это невероятно просто. Везде проповедуют евангелие, везде, по всему Иерусалиму. Это вот действительно, это как бы благодать времени. Раньше опасались, там даже лишний раз там рот раскрыли где-то, а сейчас совершенно другое время пришло. Просто все как будто период другой наступил вообще. Удивительно. Слава Богу. Хорошего времени, товарищи. Да, Бог благословит всех вас. И вот, ну, кто подсоединился, что, напоминаю, что вот наступило уже 27 число, месяц Ниссан, завершается Пасхальный месяц. Вот. И вот воспоминания, вот, жертв Шоа, трагедии, Холоквоста. Да, но впереди месяц Ияр, который считался всегда месяцем без праздников. Значит, и, понимаете ли, вот первый месяц, да, и третий месяц ознаменованы великими праздниками. Первый месяц это Пасха, да, значит, третий месяц это Швот, Дармани Тори. Как бы, а месяц Ияр, второй месяц, он всегда считался месяцем без праздников. Но были пророчества ведь, многие цартики древние писали, что именно второй месяц во времена Машиаха будет ознаменован величайшими праздниками. Какими? Да, День Победы. Слушайте, именно в месяце Ияре и образование Израиля, возрождение еврейского государства в 48-м году произошло, и в 67-м возрождение Иерусалима как еврейская столица, тоже в месяце Ияре. Только одно было в начале Ияра, а другое в конце Ияра. Представляете, значит, и это однозначно показывает, что это эра Машиаха, эра Христа, значит, и исполнение библейской прощества, что действительно, что вот, ну, скажу, он грядет, и что снова Иерусалим уже не попирается народами, да, хотя еще топчется, но время приходит новое совершенно время вообще. Вот, и Иерусалим, и для Израиля, не знаю, это особая тема такая, я просто балдею. Я просто сейчас не знаю, Малисии благословляю. Сирия рассказывает, что это граница Израиля, потому что она практически к Израилю у меня идет. Там война, получается, уже мировая война, по сути, подкатывается к самому уже Израилю. Но уже Сирия даже, я смотрю, подкатывается, граница Израиля. Да, граница Израиля, да. Конечно, пошлет ангелов своих, либо даст Иериям какое-то сверхъестественное оружие, которое никто не имеет вообще. Вот, я не знаю, каким образом он будет действовать, но по-любому мы знаем, что из Писания, что это будет просто, ну, просто массовая смерть. С Россией, с Россией заключили, у нас такие ноги наделали, да. Ну, как тогда, в Ветхозаиме, да, посмотрите, да, Исабелька Господня, да, Исабелька Господня, да. Да, амень, амень. Слушайте, вот во времена реформации, еще до реформации, еще до лютера, за 100 лет до лютера, Ян Гус был, чешский реформатор, да. Значит, и вот после смерти Яна Гуса на Чехию был тоже крестовый поход направлен. Значит, и против маленькой Чехии собралось столько крестоносцев и их армий, что на всех даже по чеху не хватило бы. Аппарат Варимский объявил, что кто убил хотя бы одного чеха, получил прощение грехов, и все имущество Чехии давалось на разгромление, кроме десятин церковных, все. Значит, и, то есть, у чехов не было шансов, у них не было даже своей армии. Отдельные только рыцари были, и отдельные, и охрана королевы, все, как бы, вот и вся их армия была. Значит, и Ян Жишко тогда был молодой генерал, он руководил охраной, дворцовой охраной королевы. Значит, и, представляете, значит, одна из последних проповедей Яны Гуса, перед тем, как он уехал туда на суд, ну и на смерть, по сути, была как раз вот по поводу Ессапаты. И вообще, о силе поста и молитвы, и о божьей вмешательстве сверху, естественно. И, представляете, королева чешская принимает решение тогда, объявила пост и молитвы по всей Чехии, молилась вся Чехия, постилась, она приказала даже животным поститься. То есть, не кормили животных даже три дня, значит, и они сами не ели три дня, да, значит, строго. Королева чешская делалась в простое платье, значит, и на дворцовой площади была, значит, вместе со служанками. И все постились, молились, представляете? А в это же самое, да, как и с Фейли постились, да. И в это же самое время крестоносцы, когда они уже были вот там, где границы Германии и Чехии, там плато такое, горы германские эти, и потом дальше долина идет. И вот, значит, на том месте они сделали свой привал, крестоносцы последний, чтобы дальше уже броском одним уже всю Чехию завоевать. Чехия-то всего там ничего. Вот, значит, и что интересно, на том месте над ними был суд Божий просто. Какой? Они, значит, между собой генералы переругались, они забыли, что делят шкуру с неубитого медведя, вот, значит, они уже делили, чья будет Прага, чьи будут предместики, чьи замки будут уже делены, все это. Да. И забылись вообще, они брались уже за мечи, их оруженосцы, и Бог возбудил такую ненависть у них между собой, вражду, что они пошли уже стенка на стенку. Это была интернациональная, ну, со всей Европы была армия. Вот, и они стали между собой, и эта ненависть, они стали биться между собой. Бились день, бились два. Когда, короче, подошли уже, а, а потом кому-то показало, что огромная армия чехов идет. Хотя никакой армии, во-первых, огромной не было, во-вторых, до того, как они пришли, чехи еще было день или два еще. Вот. Но когда Ян Жишко пришел, значит, со своим отрядом, значит, туда, на то место предполагаемого сражения, Жишко шел конкретно умирать. То есть, они понимали, что у них шансов никаких нет. Там даже 300 спарданцев отдыхают. То есть, как бы, они шли на смех, по сути. Но, самое интересное, придя на то место, там сейчас памятник стоит такой интересный очень, и там изречение Жишки тоже, кстати. Там изречение Жишки, там такое, на русском оно звучит так, что чешский воин непобедим, когда у него два меча. Первый меч его физически, меч, а второй ее Слово Божье. Так интересно, в общем, даже, да, его знаменитого изречения. Значит, и вот когда, значит, они пришли к этому месту, то увидели полное поле мертвых рыцарей. Представляете, эти рыцари бились друг с другом до тех пор, армию обескровили. Это даже не сутки, они больше, чем сутки дрались между собой, бились стенка на стенку, армию обескровили, а остатки с позором бежали. На них паника напала, страх напал, сверхъестественный. И они этот страх разнесли по всей Европе потом. И 20 лет Чехия, маленькая Чехия, не имея по сути армии своей регулярной, против всей Европы противостояла. 20 лет? Шутка ли вообще? Это невозможно вообще. Это чудо, реально, явно чудо. А почему 20? Ну, потому что потом было перемирие и предательство было знатных, ну, короче, чешских вельмож, этих генералов, которые, ну, то, что не сделало оружие и поход, сделало мамон, одним словом. И гордость, и похоть житейская такая вот. Вот, и началось такое, да, к сожалению. Но, по крайней мере, когда началась реформация, Мартин Лютер, Кайр, Харвин, Свингли, они ссылались на опыт Чехии. И даже Мартин Лютер говорил так, читая проповеди Яна Глуса, перечитывая, он сказал так, да мы все гуситы, говорит вообще. Да мы все гуситы. Что действительно это, как бы, значит, вот первым проходом с реформацией был. Вот, и скажу, что вот огромнейшие силы Божьи вот являются, даже в историю, такой пример, да, что страна, не имея армии, по сути, своей, да, смогла вот защититься сверхъестественно, вот, от огромнейшей армии со всей Европы, которая была. А гуситы, они, именно, какое направление? Их называли гуситами, да. Да, значит, дело в том, что... Они католики были? Можно сказать католики, но... Реформированные. Реформированные, да, скорее так. Вот, как лютеране ранние, допустим, лютеране, то есть они не молились там, богородица, святые молились только лишь к Богу, значит, там, и вот у них на символ была чаша такая вот, значит, просто чаша, что значит, чтобы дать причастие всем, как раз, неважно, там, священник, мирянин, каждый человек, чтобы имел возможность. Кстати, я был в этом храме, в Праге, вот, где вот Янгус проповедовал в свое время, значит, он сейчас восстановлен, реконструкция, там, две стены исторические сохранились, а остальные достроены. Вот, значит, и вмещал, по тем временам, огромнейший был зал, до трех тысяч человек одновременно. Но в чем уникальность, значит, этой капеллы, как бы, или этого храма, что все были на равных, что, значит, и знатные, и незнатные люди, и священники, и не священники, все были вместе, как бы, в одном собрании. То есть, это было, по тем временам, это была просто революция настоящая, вообще. То есть, это, ну, крушение всех этих, ну, как бы, суеверий, таких, как бы, церковных суеверий, вообще. То есть, это было очень прогрессивно. А так, да, это раннее евангельское движение. Но я к тому, что Бог и сегодня тот же самый. И сегодня тот же самый. Ой, слава Богу. За Бога, да? Да, если бы не Бог, то не дай Богу. Дай Бог. Такая присказка есть такая. Спасибо, Господь, за добрый вечер. Спасибо, что ты с нами сегодня. Спасибо, что ты среди нас. Особое спасибо, что ты в нас, верующих, живешь, Господь, в рамах своих. Спасибо. Благостави, Господь, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святаго Духа пребудет со всеми нами во все дни наши до скончания века. Спасибо, Господь, за все. Спасибо за церковь живую. Церковь, которая из живых камней созидается вот уже два тысячелетия. За этот третий храм, Твой Господь, который славой своей даже уже на сегодняшний день произошел все, что знало раньше человечество. Спасибо за этот третий храм. Который из живых камней на основании апостолов, пророков и микроигольным камнем самого Иисуса Христа созидается. Спасибо, Господь, что и фундаментом этого храма являешься сам ты, Господь. И куполом этого храма, завершением главой церкви, являешься ты, Господь. Спасибо. Боже всемогущий, и пусть, Боже, в наш час, в наше время, Господь, множество душ в этой стройке тысячелетий, также примут участие, Господь, как живые камни, возрожденные Твоим Духом Святым, Господь. Спасибо, Боже. И о чудесах многих, Господь, мы вспоминаем и из Библии, и из истории церкви, из истории Израиля, из современных вот этих событий. Видим много чудес, и мы видим, Господь, подтверждением много тому, что ты и вчера, и сегодня, и вовеки, ты тот же. Спасибо, Господь, Бог Святой. Благодарю тебя за моих братьев и сестер, Господь, за действительно то, что сегодня, Боже, ты в нас и среди нас, и мы Твоей кровью, святой, искуплены от всякого греха, Господь Божий. Продляйте безаконие. Боже, спасибо, Господь, что не просто какими богатствами этого мира никаким богатств не хватило бы, Боже, но кровью Сына Твоего мы искуплены, Боже, спасибо, Господь, за жизнь вечную, спасибо, Господь, Боже. Боже, я прошу Тебя, паки и паки, снова и снова прошу Тебя за тех, кто осуетился, может, в умствованиях своих, чьи сердца мрачились, Господь, религиозными всякими заблуждениями, иудейскими, или христианскими, или какими еще другими, мусульманскими, Боже, помоги, Господь, или христианскими разными всеми ложем учениями, помоги, Господь, всем нам прийти в единство веры, в познание Господа нашего Иисуса Христа. Дай эту ясность ума Господь Божия, верующим Господь Божия, ясность этого видения Твоего Господь Божия, Святого Божия. Благослови Господь. Потому что познание истины, оно действительно дает нам свободу, приносит нам эту свободу. Спасибо Господь. Спасибо Боже Всепогущий. Благослови. Благослови Израиля сегодня. Благослови. Спасибо за то, что 70 лет назад Ты совершил это чудо. Пусть даже и руками многих неверующих, но Господь, от этого Ты не умоляешься, Боже, наоборот, возвышаешься лишь. Спасибо, что Иерусалим снова столица Твоего еврейского государства. Спасибо, что это исполнилось наперекор всем лжепророчествам, наперекор всей политике религии, всему этому миру, сильной века сего. Спасибо, что Господь Божий, действительно, Твоей благодатью, Божией, свершилось это, Боже, и, Господь, мы живем во времена исполнения этих порочеств. Слава Тебя, Господь. И в сегодняшний этот день, когда миллионы евреев в Израиле и вне Израиля, и многие неевреи вспоминают ту трагедию Холокоста, Шоа, Боже, пусть сегодня, Господь, как вот эти свечи горят напоминанием о тех жертвах, Боже, пусть, Господь, будет напоминанием сегодня действительно о том, что есть не просто кровь невинная, а есть кровь самая святая, кровь, которая действительно по-настоящему невинна, которая действительно по-настоящему свята, кровь, которая была пролита за всех евреев и всех неевреев, за весь этот мир, Боже, за всех и вся, и что Ты во Христе примирил с Собою весь этот мир. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, милостивый Царь. Благодарю Тебя, Господь, Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, Да призвет на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя, Да обратит Господь, лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Бешем Иешуа Гамашех, Иешуа Машихейнум, Во имя Иисуса Христа Мессии. Амэн. Бог Аврама Исаака Якова, Отец наш, Сущий на небесах, Да святится имя Твое, да придет Царство Твоем, Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть Царство, и Сила, и Слава, во веки. Амэн. Амэн. Споем еще? Мне очень нравится, мы когда собираемся в церкви, на такие посиделки, такие общения, еще поем такие песни, а сейчас надо еврейское темырировать, тема такая у нас. Как хорошо и приятно Братьям собраться вместе, Как хорошо и приятно С сестрам собраться вместе, Как хорошо Всем нам собраться вместе, Как хорошо С Богом С Богом Собраться вместе, Теперь братья, Как хорошо и приятно Братьям С собраться вместе, С сестры, Как хорошо и приятно С сестрам С собраться вместе, Все вместе, Как хорошо все нам собраться вместе, как хорошо с Богом собраться вместе. Как хорошо, как хорошо, очень хорошо, как хорошо, как хорошо, с Богом хорошо, как хорошо, как хорошо, очень хорошо. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 и так играют, и у них причастие, вот у них молоко там они расставили, значит, там, значит, пряники там ломают, значит, вот у них причастие, ну, как бы я сижу рядом с куклами, там, значит, первый раз был в кукольной церкви, в собрании, да, значит, так интересно, значит, да, значит, ну, ладно, я поначалу это все, воспринимал как игру тоже, значит, поэтому думаю, ну, ладно, ну, прикинусь, так тоже подыграю. А представляете, значит, что дальше было, вообще дальше было, очень интересное переживание было, дело о том, что причастие было настоящим. Знаете, вот я скажу, что та история, вот тот случай, да, вот в этой кукле, мне казалось бы, церкви, да, но мне очень сильно потрясло все это тогда, эмоционально и вообще духовно, всячески. Знаете, я на все сто был убежден, что это просто игра вначале, но когда Бог там был в этих пряниках, в этом молоке и вот среди вот этих кукол, это было настолько сильно, что я вот в своем христианстве редко переживал подобное, вообще редко очень переживал подобное. Это было настолько сильно, что, ну, шкуры, чувства, я как будто был там вот в самом святом. Понимаете, это было удивительно. Я там еле-еле себя мог сдержать, чтобы просто не разрыдаться, значит, я сдерживал себя как мог. Даже перед куклами было стыдно как-то. И ел эти пряники за куклы и пил это молоко, но, понимаете, я вот, я потом анализировал, думаю, что это было вообще, что это было. Бог был в этом всем. Знаете, и потом еще вспомнил один рассказ, назывался «Деревенская дурочка». Значит, значит, ну, старый рассказ еще, значит, о событиях там, ну, написано, что на основании реальных событий, да. Значит, там история такая, что, значит, там в одном селе, значит, ну, уже 20-е годы, пионерии, комсомоле, значит, а была одна девушка, значит, уже взрослая девушка, а по уму еще, ну, дитя совсем. Ну, ее так называли, «деревенская дурочка». Вот, значит, а семья у нее была такая, вот, значит, такая, ну, набожная, религиозная семья была. Они в храм ходили регулярно, все, значит, там, и ее, конечно, водили с собой туда. Ну, а здесь она уже с молодежью такой уже, пионерской, комсомольской молодежью, там, тусовалась, как говорят, да, значит, сейчас уже. Значит, ну, была с ними там в каком-то баре, там они организовали молодежный, как бы, ну, что-то такое, клуб, не клуб, что-то такое, дискотека, значит, да, в 20-х. Вот, значит, и, значит, ну, и над ней решили посмеяться, вот над этой дурочкой, решили посмеяться, значит, знали, что она такая, набожная такая, ну, как бы, из семьи такой на причастие все ходят, значит, водят ее, вот, а священник приличал ее регулярно, как вот, ну, не имеющего разума такого, как бы, значит, вот, такой. Вот, и представляете, значит, интересно, подыграли таким образом, что один там нарядился в какой-то мешок, там, вроде как батюшка, значит, там, взяли самогонки, хлебушка, значит, вот, сейчас мы тебя причащать будем, сейчас тебя. Ну, смеяли, смехом, там, что-то спели, ну, они же все раньше ходили, там, храм, то есть, как бы, время еще было такое, что все, еще не остыло все это, и подыграли, значит, всему этому, ну, веселью, как бы, решили развлечься, понимаете ли, игра такая, и написано, интересно, там, мы свидетельствием, что ангелы пели, там, в этом амбаре, вот, молодежь покаялась, вот, значит, там, они, вот, как бы, а девушка просто она искренне подходила, причащалась, вот, это, как бы, то, что самогонка и хлебушек, что дали ей, вот, значит, но дальше потом послесловие интересного этого рассказа было, значит, что из того амбара, где там все это происходило, мало того, что там в этом стиле, понятное дело, распалась комсомольская организация вся, значит, сразу, значит, да, просто из-за отсутствия вообще желающих вступить, да, значит, вот, а во-вторых, значит, что, значит, что многие из них стали потом, ну, служителями церковными, вот, и даже, ну, подверглись, там, ну, как, мученики потом стали за Христа уже, там, уже, ну, в 30-е, там, 40-е годы, то есть, так жизнь переменилась, очень, этой молодежи из одного случая, вот, просто запели там ангелы, сверхъестественно, значит, значит, они слышали люди пение ангелов, вот, и это потрясло их, все, вот, значит, их веру, и, знаете, вот, я потом думаю, стоп, вот, я пережил просто с молоком, пряниками, что, ну, это причастие было, реальное причастие, знаете, вот, я размышляю так теперь, что с того момента, что, вот, уже больше 20 лет прошло, значит, а вот все переживание, оно такое, знаете, живое, трепетное, что причастие мы совершаем не просто ртом нашим, устами нашими, даже желудками нашими, вот, то, что входит в нас, оно не может не осквернить нас и не осветить нас тоже не может, соответственно. А причастие мы совершаем здесь и здесь, короче, в сердце нашем, в разуме нашем. И причастие... Я даже борщ ем и я порой плачу, потому что я знаю, что я Господа кушаю. Я знаю, что размышляю о теле крови Христа, потому что я знаю, что само причастие Бог дал интересный образ кушать и пить. Мы только рождаемся, мы уже знаем, что надо это делать, чтобы жить вообще. И образы интересные такие. Не просто качество вина или хлеба определяет причастие наше, а наша вера, размышления о теле крови Христа. И о достойной, праведной размышлении написано же в Новом Завете, что если недостойно, причащаются многие и немало умирает даже, многие болеют. То есть, смотрите, опять-таки, с какой стороны часто очень христиане смотрят со стороны стакана наполовину пустого. Но надо посмотреть со стороны стакана наполовину полного. Что на самом деле здесь идет речь не о том, что мы подвергаемся каре какой-то, а что лишаемся таких благословений, которые могли бы иметь. Люди больные могли бы быть исцеленными. Многие могли бы еще братья и сестры жить еще среди нас. Вот если бы рассуждали бы о том, что действительно, что Христос не просто даже за грехи наши пострадал, а что ранами Его мы исцелены. То есть, во всей полноте, размышляя о теле крови Христа, без всякого ущерба, размышляя в полноте во всем об этом. И тогда вот эти все благословения, да, значит, они наше благословение. Слава Богу. И пусть Бог благословит всех вас. Я лично стараюсь причастие совершать как можно чаще, при возможности каждый день, даже отдельно выбирая время. Но даже это можно совершать вообще просто, даже просто хлебушек, яблочко, что бы ни было бы. И я помню одно причастие тоже сделали, просто тоже мед был и молоко как раз. Я еще вспомнил-то. Пели тоже молоко и мед. И потом, значит, ели это. И я понимал, что Господь, Он дает нам. Самое главное причастие, оно совершается внутрь нас. Самое великое таинство вообще, это то, что Христос у нас. Христос у нас упование славы. Самое великое таинство. И как это реализуется, это чудо вообще. Как это происходит, это чудо. И оно, и разовое переживание, и всю жизнь это переживание. Он внутрь проникает в тебя, а ты в него проникаешь. Значит, вот как вот в еврейской традиции, да, тоже, да, школа Шамая, я сегодня вспоминал уже, да, и школа Гилерия. Две противостоящие друг другу школы, вот, ну, во времена, будем так говорить, рождества, да, Иисуса. Вот, и интересно, и они пришли к одному и тому же, единственный случай, когда они пришли к согласию, и пришли к одному и тому же мнению, когда им задали вопрос о самом главном месте Писания, как бы, золотой стих из Писания. Какой текст можно назвать золотым, как бы, стихом, который бы открыл бы, ключом был бы ко всем Писаниям еврейским, к Торикам, пророкам, вот, и эти школы, споря между собой по любому пустяку даже порой, знаете ли, по обрядам, многим традициям, культуре еврейской даже, вот, но в этом нашли единение, удивительное единение. И самое интересное, не сговариваясь, они нашли один тот же стих из Писания, и при том нашли из книги Шир Гаширим, книга песни-песни. Я говорю, вот, книга всех книг, а в ней есть песня всех песней, песня любви, песня любви мужчины и женщины, но в них, из покойника Бога, видели, вот, именно образ Всевышнего и Человека, до души человеческой, Израиля и Бога, Творца и человеческого рода, или же Творца и вообще всей Вселенной. То есть, удивительные вот образы, вот, этой любви. И песня песней, в ней стих всех стихов нашли. Вот звучит они, то есть я, да, они, ля-до-ди, вя-до-ди, ли. И вот это ля-до-ди, вя-до-ди, переводчики синодальные перевели как принадлежность. Это один из переводов. Принадлежу моему возлюбленному, а возлюбленному и мне принадлежи, да? Значит, и, но буквально, что я в нем, а он во мне. И он, там, само слово, одно и второе, подразумевает вхождение в него и вхождение его в меня. И это, это обоюдно. И это то, что мы едины теперь. Мы едины, мы одно целое. Мы одно целое. Вот, эхат, действительно. Вот, и это же слово уже использовалось по отношению к человеку, да, вот, когда творению. Будут двое одной плоти. То же самое слово эхат и по отношению к Творцу произносим, да, вот, молитва шма, да? Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. Шма, Исраиль, Адонай, Элогейнум, Адонай, Эхат. И имеется в виду, что он одно, единое. И по отношению к человеку то же самое, что муж и жена, там, обычно говорят, одна сатана там, в миру, там, значит, а в библейске это не просто даже тело одноплости, а одно целое, целостное, целостное, нераздельное. И здесь вообще, ну, удивительное же откровение, что вот я моему возлюбленному, а возлюбленному мне принадлежит, мы одно целое. Вот, этот стих удивительно, он открывает, вот, мудрецы признали и той, и другой школы. Все писания еврейские, все Тору, пророков, все писания, вот, и пусть Бог благословит нас в этом единении. Вот, или баптизу, как в греческом, да, просолиться им, он входит в нас, да, но баптизу, оно ограничено только лишь его вхождение в нас. вот, вот, значит, а вот, вот это ля доди, вя доди имеется в виду, что мы в него, а он в нас, то есть, мы друг в друга проникаем. Это, больше еще. Так что, друзья, до встречи, очень приятно, с вами. Ну, все, больше по интернету, конечно, зазертать. А, зазертать, это, да, Ну, так приятно. Спасибо, спасибо. Почему же? Слава Богу, за интернет. Да. Тоже, да. За YouTube. За YouTube. Слава Богу, за YouTube. Тоже, да. Да, вот это слово Эхад, оно по отношению и к Богу, к Всевышнему, да, и по отношению к человеку, единому. Человек един с Богом. Да, един с Богом, да. Аминь, аминь. Аминь.